Вашингтон Он не стал называть происходящее в Вашингтоне политическим переворотом, но предположил, что силы участвуют в битве, чтобы любым возможным способом повредить законно избранному правительству. Слово «сопротивление» используется для описания мятежа против правления, навязанного оккупирующей военной державой. Это очевидно также означает, что правительство не является легитимным. Все это очень опасно. И это в действительности подстрекающее понятие, чтобы внедрять его в политику демократической республики. С нами аналитик ЦРУ, писатель и профессор университета Джорджтауна, доктор Майкл Шойер. Скажите, что Вы думаете о высказывании генерального прокурора? Я думаю, он абсолютно прав. Я бы... Это могло бы быть переворотом, но мне больше кажется, что это мятеж. Что такое мятеж? Мятеж – это восстание против органа, имеющего власть. Когда мятеж отстраняет от власти жестокое королевское семейство, страну начинает вести демократическое правительство. Если мятеж против тиранов терпит неудачу, убийство множества невинных людей на ежедневной основе будет продолжаться. Работу, которая Церковь не выполнила в мирное и благополучное время, она должна будет совершать во время страшного кризиса, при самых отчаянных, стесненных обстоятельствах. Представительство для церкви, страница 463. Федеральному правительству, по крайней мере, исполнительной власти отказывают возможности выполнять свои обязанности. Будь то здесь, в Вашингтоне, или в таких местах, как Портленд, Сиэтл, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, где, согласно своему верховенству, Вашингтон отвечает за иммиграцию. Сейчас в этой стране гораздо больше нарушений и мятежей, чем было у Линкольна, пока конфедераты не открыли огонь по Форт-Самте. Поэтому, на самом деле, это поразительно, быть в таком положении через почти 160 лет. Да, когда генеральный прокурор США говорит нечто подобное, это значит, что он серьезно обеспокоен этим. Он говорит, что есть сопротивление со своей стратегией, и оно использует любую возможность для срыва работы исполнительной власти. Предполагаю, это включает и импичмент. Так что вы думаете о слушании в Белом доме? То, что мы пока слышали на этих сессиях, это было достаточно неприятно, потому что президент не прислушался к моему совету. И, определенно, это неведение членов Конгресса и свидетелей. Когда в Конституции говорится о взятничестве, основатели имеют в виду, если президент берет взятки. Как вы думаете, был ли подкуп Украины в части этого подарка? Что насчет Джо и Хантера Байдена и Морриса? Вы знаете, я думаю, если бы президент Соединенных Штатов мог выхватить что-то из Украины в обмен на наши деньги, это бы действительно имело бы определенную ценность для США. А я думаю, американцы в целом были бы рады этому. И если в это на самом деле были преступно вовлечены Байден и его сын, то президента бы поддержали. И я бы подумал для того, чтобы помешать кому-то вроде Джо Байдена получить шанс попасть в Белый дом. А то, что они делают, это, как сказал мистер Бар, попытка разрушить институты нашей страны. Они – это не лояльная оппозиция, а заражение глобалистов, которые хотят разрушить национальность в Соединенных Штатах и смешать нас с остальным миром. Отчет внешней разведки может быть выпущен в любой день. Так что, как вы ожидаете, это нам откроет? Если Америка снова станет страной с верховенством закона и равенством пред ним, то им будут предложены обвинительные акты против Джона Брэннона, Сьюзан Райс, Клэппера и всех этих фигур ФБР – Коми, Маккейба, Сжока и других. И также, я думаю, что и Обама в этом по уши, потому что, очевидно, это берет истоки из овального кабинета Барака Обамы. Попытки разбить кандидатуру Трампа с этими постоянными угрозами посредством мятежа или переворота. И это все с момента, как наш президент был инагуирован. Все это звучит как заговор. Да, такое планирование и страховой полис, и все остальное явно является заговором. Да, такое случается, сэр. Сенатор США представляет католическое видение для экономики. Марк Рубио говорит, что нарушенная экономика оставила многих американцев забытыми. Чтобы решить проблему, республиканец предлагает то, что он называет капитализмом всеобщего блага. На что указывает всеобщее благо? В соответствии с катехизисом католической церкви. Уважая религиозную свободу и всеобщая блага, христиане должны добиваться признания воскресного дня и других церковных святых дней, как официальных дней отдыха. То, что он называет капитализмом всеобщего блага. В основе этого лежит благо для всех людей, и он продвигает достойные рабочие места. Корреспондент Капитолия Джейсон Каллио был там. Джейсон? Не часто услышишь, как законодатели в Капитолии говорят о папских учениях, датирующихся 128 годами назад. Папских учениях, датирующихся 128 годами назад. Но именно на это Марк Рубио ссылается, говоря о нынешних проблемах страны. Он говорит, что по всей стране наблюдаются очаги отчаяния. И он возвращается к энциклике Папы Лео XIII, Ре Рум Наварру. И он возвращается к энциклике Папы Лео XIII, Ре Рум Наварру. Ален Уайт, римско-католические принципы будут находиться под защитой государства. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Продолжение следует...